Здравствуйте! Сегодня мы с вами встречаемся в уходящем году в последний раз. И настало время наконец-то подумать о себе любимых. Давайте сегодня сделаем вот такую совершенно замечательную брошку. Она украшала меня в тот момент, когда я читала ваши письма. И в моей почте появились новые письма с просьбой о том, чтобы я рассказала, как сделать эту брошь. Поэтому сегодня я не только расскажу, но даже и покажу. Для вот этой броши использована лента, которая называется сатиновая. Это почти то же самое, что и атласная, только двусторонняя. Она блестит с двух сторон. Вышивать такой лентой невозможно. Она слишком плотная и слишком толстая. Но вот для того, чтобы делать брошь, бутоньерку из такой розы, это самое-самое подходящее. Смотрите, вот этот цветок я неоднократно носила под пальто, но ленте ничего не сделалось. Она нисколько не примялась и сохранила свои качества. Если вы найдете такую ленту совершенно замечательно, а я сегодня буду использовать ленту из искусственного шелка. Полиэстер. Вот такая вот совершенно замечательная, яркая, красная, праздничная. И можете записывать конкретные цифры. Сегодня мы с вами будем работать с определенными отрезками ленты. Моя брошь сегодняшняя будет состоять из трех ярусов. Для того, чтобы сделать первый ярус лепестков, мне понадобится 65 сантиметров ленты. Я вот так сразу отмерю, но посмотрите, какую я использую хитрость. Отрезать от бобинки, от матка ленту я не буду, а только поставлю себе заметочку, что вот здесь кончаются 65 сантиметров для первого яруса. Вот этот отрезок. Так как ярусов три, для второго нам понадобится отрезок ленты длиной 35 сантиметров, а для третьего 25 сантиметров. И тоже рекомендую вам поступить так же, то есть не отрезать от матка. Для того, чтобы цветок получился аккуратным и лепестки лежали так, как нам нужно, я предлагаю сначала, перед тем, как использовать иголку с ниткой, заколоть будущие лепестки булавочками и обязательно ополите конец ленты, чтобы он не махрился. И вот теперь смотрите, нам нужно распределить на 65 сантиметровом отрезке 6 лепестков. Вот таким образом мы будем их складывать. Примерно к уголку ленточки я подведу срез ленты и пойду на следующий лепесток. А вот этот вот сгиб заколю булавочкой. Один лепесток готов. Лепесток номер два. То же самое мы делаем. Стараемся, чтобы вот здесь у нас лепестки лежали вровень и по низу тоже лепестки лежали вровень. Второй лепесток готов. Когда мы будем скалывать ленту, а в будущем и сметывать, нужно обратить внимание на то, чтобы все лепестки держались один за другой, чтобы они не разваливались, чтобы выглядело вот так. И вот смотрите, у меня готовы пять лепестков. Я могу сделать последний шестой и у меня бы не хватило очень досадно. Всего пять сантиметров. Если бы я уже отрезала этот участок ленты, мне пришлось бы развернуть лепесточки и складывать их заново. А когда у меня есть возможность продлить ленточку, использовать чуть-чуть побольше, я всего лишь продлю ее, вытащу заметочную булавочку и заколю последний шестой лепесток. Обратите внимание, что срезы ленты должны быть с одной стороны. Если вот здесь у нас срез, то и этот срез тоже у нас будет с этой же стороны. И теперь мне осталось ниткой в тон, красной ниткой, пройти со стороны срезов швом вперед иголку. И еще точно таким же образом подготовить еще два отрезка. Один длиной 35 сантиметров и второй 25 сантиметров. И вот смотрите, какая красота получилась в результате. Длинный отрезок шесть лепестков, средний отрезок четыре лепестка и короткий отрезок состоит из трех лепестков. А теперь еще раз обращу ваше внимание на одну, на один очень важный нюанс. Посмотрите, вот я даже заколю для наглядности, чтобы было совсем понятно, что я имею в виду. Видите, вот эти вот лепесточки второго яруса немного меньше, короче, чем лепестки первого яруса. Если мы сделаем именно так, то наш цветок приобретет в завершенном виде очень пышный вид и очень красивый. И лепестки третьего яруса, вот я подкладываю кромку к кромке, тоже чуть-чуть поменьше, чем лепестки покороче второго яруса. В результате получится красота неописуемая. И теперь, когда у меня проложены сметочные строчки вдоль срезов каждой из заготовок, мне осталось только подтянуть аккуратненько эту строчку и сшить заготовку в кольцо. Когда будете подтягивать нитку, следите за тем, чтобы лепестки лишний раз не перекручивались. Это можно делать на столе, придерживая пальчиками. Вот посмотрите, какой цветочек получится для самого большого первого яруса. И я оставлю иголочку с ниточкой, обрезать не буду. Потом я соберу все три яруса в один при помощи вот этой вот нижней нитки. И вот все заготовки стянуты, подготовлены. Осталось только собрать их, положив одна на другую, и соединить. И здесь обратите внимание, что распределять лепесточки можно так, как вам понравится. Например, так, чтобы серединка верхнего лепестка находилась напротив промежутка между двумя нижними. И еще обратите внимание на один нюанс. Сейчас я использую более тонкую ленту, она легкая и воздушная. Здесь, в случае с сатиновой лентой, у меня всего два яруса в этом цветке, из шести и из четырех лепестков. Ну вот, цветочек собрали. Теперь осталось самое вкусное – декорировать серединку цветка. Я проверила все свои запасы бисера и бусин. И вот, что у меня нашлось. Красная подборка и зелень для будущих листочков. Для того, чтобы украсить центр, мне очень хочется использовать вот эту вот бусину. Это пуговица. У нее серебряная донция, и таким образом она очень красиво блестит и играет. Для новогоднего украшения, по-моему, самое подходящее. Обратите внимание, как решена серединка вот здесь. После того, как я центр закрыла большой бусинкой, я использовала стеклярус. Здесь очень важный нюанс. Мы сегодня еще вернемся к этому. Стеклярус сделан таким образом, что у него очень острые кромки, и он может подрезать ниточку. Так вот, чтобы уберечь себя от досадной неожиданности, мы будем стеклярус пришивать через бисеринку. То есть нанижим две палочки стекляруса, потом бисеринку в качестве стопора остановки, и потом пропустим иголочку обратно в стеклярус. И таким образом, вот при помощи такого приема, у нас тычинки вот эти вот в центре цветка будут стоять задорным образом и сверкать, украшая цветок. Цветок мой решил, что он готов. Осталось заняться листиками. Для того, чтобы сделать листик, я сейчас вырежу бумажный шаблон, и он будет иметь размер 8 на 4 сантиметра. Вот так выглядит шаблон. Очень похож на листик настоящей розочки. И буду я использовать фетр трех оттенков, и он даже немножко разный по качеству. Есть листик пожестче, есть очень два мягких красивых листочка. Наложу шаблон, и при помощи ножниц зигзаг, для того, чтобы у меня были красивые зубчики по краям листика, я вырежу листики. Как раз тот случай, когда ножницы зигзаг практически незаменимы. И для того, чтобы добавить блеска в свою брошь, я тоже украшу листочки. И использую для этого вот такой красивый стеклярус, сверкающий. Но так как я вам уже говорила о коварстве стекляруса, пришивать я его буду через бусинку, и сейчас покажу как. Кто-то очень мудрый однажды сказал, займитесь любимым делом, и тогда вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Ну и вот со мной также. Я занялась любимым делом, увлеклась, и практически все листики у меня оказались готовыми без объяснений. Но исправляюсь. К счастью, у меня еще есть куда провести прожилку. Обратите внимание, что какая-то часть листика у нас будет закрыта застежкой. Вот так можно не начинать от самого начала стеклярус прокладывать. Этих трубочек стекляруса не будет видно, можно чуть-чуть отступить. Но у меня получилось вот так, рука взяла. И теперь смотрите то, о чем я говорила. Я нанизываю трубочку стекляруса на нитку, нанизываю бисеринку, потом еще трубочку стекляруса и еще бисеринку. Здесь краешек листочка, поэтому прожилка совсем коротенькая. И теперь смотрите, как мы закрепим, каким способом. Увожу нитку наизнанку, чуть-чуть отступаю, чтобы у меня наизнанке получился небольшой стежок. Провожу иголку через бусинку, трубочку стекляруса и еще одну бисеринку. Обратите внимание, таким образом круглые края бисера предохранят нитку, и она не перетрется. Увожу нитку опять наизнанку. Опять короткий стежок делаю назад для того, чтобы снова пройти в бисер и завершу опять в бисеринке, которая находится на центральной прожилке. Таким образом, моя леска, нитка, мононить будет очень крепко, надежно защищена. И вот наступил волнительный момент. Пришла пора собрать все запчасти в единое украшение. Здесь все зависит только от вашего вкуса. Как будут располагаться листочки, насколько далеко они будут выдвинуты из-под лепестков. И еще обратите внимание, что цветок тоже можно покрутить и определить, где вы хотите, чтобы у него был верх, а где низ. И когда все это определено, мы сейчас подошьем листики к цветку под лепестки. Ну вот, листочки зафиксировали. Теперь нам нужно придумать, как мы будем закреплять булавку для броши, чтобы брошь надежно держалась на месте. Вот на этом этапе как раз пришла пора подумать о дополнительном декоре. Когда я делала вот эту брошь, мне очень захотелось здесь четыре зеленые блестящие петельки внести, а снизу такие соцветия, цветочки, бусинки повесить. Вот как раз на этом этапе, пока у нас еще не подшита застежка, вы можете придумать себе что-то еще дополнительное, какую-то красоту дополнительную. Как пришить застежку к такому цветку? Это достаточно хитрая задача. Можно пойти по пути наименьшего сопротивления. Просто налить клей вот на эту основу и приклеить к донцу цветка, к обратной стороне. Но, на мой взгляд, это не гарантирует надежности. Поэтому я сейчас сделаю по-другому. И для того, чтобы моя застежка крепилась очень надежно и никуда не делась, я вырежу из фетра два кружочка размером чуть больше диаметра своей застежки. Вот так. Один кружочек фетра мне понадобится для того, чтобы я под ним и в его толще скрыла застежку. Как это сделать самым удобным способом? Вот я прикладываю застежку, намечаю выступающие части крайние, их точки. И по вот этим меткам я прокалываю фетр. Для этого можно воспользоваться острием ножничек маленьких или большой вышивальной иглой. Вот у меня ножницы не хотят плотный фетр пробивать. Вот я намечу одно отверстие. И вот второе. при необходимости эти отверстия можно чуть-чуть подрезать. И теперь вставлю застежку в отверстие. Если у нас круглая основа, как в моем случае, здесь ошибиться невозможно. Здесь булавка уже сразу в верхней части застежки. Если у вас будет просто булавочка на платформе, обратите внимание, она должна располагаться в верхней части, чтобы брошь не переворачивалась во время носки. Ну и теперь завершающий штрих. Я очень люблю показывать то, что это ручная работа, что я ей горжусь, что мне за нее не стыдно. И поэтому каждый раз за какие-то несколько секунд я вышиваю свои инициалы. Вот на этом этапе пришла пора обратиться к клею. Сейчас я налью клей вот сюда на платформу и чуть-чуть под платформу. Обратите внимание, когда будете наливать клей, обязательно дайте ему время выдержки, чтобы он не проступил сквозь верхний слой фетра. Совсем чуть-чуть на сам фетр размажем. И немного больше на платформу. Пока клей застывает, пришло время заготовки номер два. Сейчас я ее несколькими стежками, но достаточно крепко и надежно зафиксирую на обратной стороне своей броши по центру. Нитку я обрезать не буду, она мне потом еще пригодится. Вот у нас такая заготовочка получилась. Кружочек, зафиксированный на цветке. Проверяем с лицевой стороны. Расправим цветок, все совершенно замечательно. Тем временем у нас схватился клей. Я помню, что вот это у меня верх цветка. Это важно, как я уже говорила. И теперь, сориентировав свою застежку, я приклеиваю вот эту основу к пришитому кружочку из фетра. И теперь самое-самое последнее. Мне осталось только сшить эти два кружочка фетра между собой. Это может быть краеобмёточный стежок, это может быть шов просто через край. Как вам удобно. Главное, чтобы вот эти вот два кружочка соединились между собой надежно. И вот когда вы сошьете оба кружочка между собой, когда у вас застежка уже надежно прикреплена к броши, здесь уже можно наводить лоск. Можно мелкими стежками прихватить застежку к собственному цветку, а можно использовать бисер для того, чтобы навести окончательный лоск на наш цветок. Вот у меня здесь даже два цвета бисера. Так мне хотелось, чтобы было все прекрасно. И изнанка, и лицевая часть моей броши. Мне так понравился сегодняшний результат, что я не удержалась. И вот уже украшаю собой мир при помощи новой броши. Ну что, вот и окончен год. Вот пришла пора нам с вами расстаться на период новогодних праздников. Я думаю, что за это время вы успеете сделать очень много красоты. И, конечно же, я буду с нетерпением ждать писем с вашими работами, с фотографиями ваших работ. С наступающим! В новом году мы обязательно придумаем много интересненького. А пока до свидания! Благодарим сеть магазинов Леди Шарм за предоставленную ведущей одежду!